Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Foundation. Мы с вами остановились на том, что взялись за, собственно, производство инструментов, хотя пока до конца не ясно, насколько сей процесс у нас налажен. Вопрос стоит у нас сейчас в другом. Я хотел всё-таки сделать небольшую деревушку в лесу, и я придерживаюсь до сих пор этой идеи, поэтому давайте подправим некоторые зоны. Ну как подправим? Мы сейчас почти снесём все зоны. Но это дело ради, не подумайте. Так, всю рабочую зону мы отсюда убираем, чтобы они эти леса не трогали. Так, я сейчас только зоны верну. Не помню, овцам нужны или нет. Поставим овцам, поставим вот сюда. Вот это убери. Вот так. Поставим сюда зону. Зона на камень, здесь зона не нужна. Здесь, в принципе, тоже пара деревьев есть, пусть не трогают. И, в принципе, нам нужно сейчас как раз сделать зону лесного городка. Я не знаю, как её сделать посимпатичнее, но попробуем. Попробуем, во всяком случае. Давайте сделаем вот так вот. Вот, вот эта зона должна быть выбрита. Полностью, потому что здесь у нас будет заселение. Отсюда мы точно так же должны убрать зону посадки новых лесов. Чтобы наши товарищи могли спокойненько здесь оприходовать. Всё, во, освободили. Я надеюсь, им хватит места. В принципе, дома сколько занимают? Да, должно хватить. Чтобы здесь на улочке поставить как бы дома, и здесь ещё в центре облепить всё домами. Давайте ещё на всяк пожарный вот так доведу. Вот так. И вы, ребятки, доработайте здесь. Всё-всё-всё, можете уже работать. Так, и сразу же поставим сюда тогда товарищей по постройке. О май гад, что произошло? Я же вроде не выделял. А, они будут там типа недовольные, да? Если будут жить. Не имеет значения. Нам красоту нужно сделать. Вы там будете довольны. Там природа, там замечательная. Так, выводим по этому же очертанию. Сейчас я на всяк пожарную паузу поставлю, чтобы они до конца понимали, какая у них территория будет. Так, но в центре я бахну вот так пустое место. Не, слишком много. Слишком много. Давайте вот так. Я хочу здесь фонтан поставить. Прям в центре этого мини-поселения. Так, и здесь чуть-чуть края, и здесь чуть-чуть. Всё, должно выйти просто супер гуд и супер найс. А, вот в чём беда, да? Так, зона запомнить. Вот здесь, прямо между деревьями. Фонтанчик, вот сюда. О, всё, поехали, трудитесь. Я у вас верю. Вы сможете сделать красоту. Они уже понеслись дома строить. Так, а как оно по зоне подходит? Лоу реально подходит, смотрите. Найс. Вот в этом и суть различия этой игры от всех других городостроителей. Городостроительных игрушек. Это органика самостроя, так называемых. То есть, они берутся и начинают отстраивать всё по красоте. Я здесь могу, кстати, ещё эти кипарисики выставить. Вот так, раз, два, три, четыре. Идилия. Просто идилия. Давайте, сбривайте. Так, я точно все зоны убрал по уничтожению деревьев? Там деревьев нет, там деревьев нет. Да, всё вроде бы правильно. Хотя, стоп, 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 я здесь не вернул. Надо чуть поменьше. Зону по добыче камня. Так, и здесь зона по добыче ягод. Вот. Вот тут я лоханулся. Не спорю. Так, давайте здания пошли строить. Правда, ресурсы сейчас... Они на домашние тоже тратят древесину. И древесины нам просто-напросто нужно не хватить. Вот в чём беда. Так, ребята наши пошли уничтожать деревья. Красавцы. Деревья, в принципе, эти уничтожают тем, что просто дома ставят. Те деревья, которые были под ними, прямо они будут тоже уничтожены. Так, и вот здесь... А, здесь уберут эти деревья. Всё. Всё будет хорошо. Должны убрать или нет? Стоп. Зона где у нас... Да, зона засадки деревьев здесь обрывается по краям. Всё вроде бы правильно сделано. Не кипишуем. Всё хорошо. Так, ещё дом, ещё дом. Давайте только вокруг фонтана ещё обстройте. Так, вижу ещё одна постройка. Чтоб было вообще красотень. Вообще идеально было бы, если бы они тут по два дома вот так ставили. Знаете, в разные стороны. Вот как здесь, вот-вот-вот. Вот таким образом, чтоб шло по всей череде. Это было бы вообще крутецки. Эх, так, с этим ресурсом. Но инструменты у нас прут полностью. У нас не прёт деревья, слушайте. Нам нужно будет, наверное... Так, почему я не верну, кстати? Давайте миграцию вернём. И, наверное, поставим ещё одних лесорубов. Потому что чё-то как-то не очень. Ламберкемп. Ооо, здесь у нас ещё одни есть. Давайте ещё сюда. Дополнительно влепим. Приоритет же можем поднять, да? Давайте. Приоритайс. Будьте добры. Отстройте. Тем более только инструменты нужны. Отстройте. И мы запустим сейчас ещё лесорубиков. Да, вон только-только дерево появляется, древесина. Его сразу же спускают на работу. Моментально. Даже пожить не дают. Так, давай, ты уже взялся. Я в тебя верю, ты справишься. У-у-у, красавчик. Раз, два, три сразу закидаем. Погнали, работяги. Трудитесь. Так, по идее у нас чё? По идее всё нормально пока что-то. Пока выдерживаем эту всю нагрузку. Адскую. Адовую. Так, деревья засадили. Стоп, подождите. Нет, он как раз, как раз на грани границы. Найс. Красавчик. Красавчик, мать его. Так, камни долбят. Это долбят. Но камни у нас на продажу, правда, идут. Но ладно, пусть будет. Пусть будет. Здесь, ребята, уже деревья подчищают. Я уверен, что это получится. Я уверен. Вообще идеально было бы ещё, знаете, такой заборчик проставить. Вокруг. Ограждённую территорию сделать. Так называемую. Было бы вообще топ. Топ чех. Так, два вилджера пришли. Дом ещё один построился. Ещё один построился. Давайте, остраивайте. Планировок новых нет, да? Всё, это пока что последнее, что они остраивали. Но здесь влезет ещё домов всем, мне кажется. Если хорошо их разместить. То будет красотень. Посмотрите, как леса все проросли, которые мы до этого сажали. Найс, найс. Просто красотень. Давайте здесь тогда чуть-чуть исправим. Сделаем вот так вот. Сюда не засаживать деревья. Вот так и вот так. Всё, чтобы проходик там был на добычу камня. Угу. И здесь тогда ещё тоже исправим. Слушайте, раз уже такая пьянка. Здесь вот это убираем. И здесь оставляем проход. Но здесь ещё и оставим добычу деревьев. Вот. Вот теперь должно быть найс. Так, апгрейдить свои дома. Давайте. Пока дерева там вроде частично хватает. Можете апгрейдить во всём. Где вообще моя перечень ресурсов? Так, ресурсы. Уголь у нас опять в отстойнике. Зато у нас хреново туча пшеницы и муки. Нам срочно нужен, по-моему, ещё один товарищ, который будет хлеб делать. Вы посмотрите просто количество муки. Вы просто посмотрите, где у нас бейкер. Ням-ням-ням-ням. Бейкер-майкет. А у нас бейкер-маркет вообще есть? А, да, жёлтый есть. Так, и саму бейкер, где у нас один стоит? Он здесь стоит, да? Ну, давайте и второго тогда сюда же где-то присобачим. Давайте вот так развернём. Ааа, нет, некрасиво будет. Здесь склад. Просто его не нужно отсюда далеко уводить. Здесь все нужные места как раз для того, чтобы производить это всё дело. Ну, давайте у нас будешь на берегу такой. Ну, почти что на берегу. Сюда могу поставить? Да, мне главное не вылазить. Во, вот здесь будешь. Всё, строить и можем даже приоритетнуть, по идее. Попасть не могу, блин. Так, приоритет есть. Пошло-поехало. Всё, зачистка территории есть. Красота, красота. Просто фишка, что если они поставят вот здесь парочку домов, тогда будет центральная как бы эта часть выделяться. Они дороги здесь протопчут. И будет центральная часть красивая. Ну, и здесь дорогу ещё проведут, скорее всего. Так как они будут туда-сюда бегать. Там кто с рабочих мест, кто на рабочие. Так, ещё два виллажера. Давайте, готовьте здание. Виллажеры приходят, а зданий нет. Что за неподобство? Давайте, решайте. Так, быстренько решайте этот вопрос. Так, бейкер готовится. Чем у нас ещё перенасыщение? Камни у нас овер дохрена. Инструменты уже овер дохрена. Мы можем, в принципе, тормознуть инструменты. Где у нас товарищ этот? Мы их просто убираем отсюда, да? Так, анэссайн фром воркплейс. Так, мы их отэссайнили, и они сами ушли. Всё. Мы не занимаемся инструментом, но всё остальное они пока что продолжают делать. То есть, слитки у нас будет запас, и угля будет запас. Должно сработать именно так. Так, здесь уже очистили, ещё один домик строят. Ну, короче, я так понимаю, что к следующему эпизоду они как раз подготовят. Так, что-то здесь с высадкой, по-моему, не так пошло. Высадка лесов. Или это старые, то, что ещё были посажены? Наверное, старые. Мне так кажется. Так, ещё один домик есть. И вот здесь как раз, видите, у нас дорога была оборвалась. Хотя здесь была центральная торговая дорога раньше. Сейчас же они, собственно, смогут здесь абсолютно спокойно поселиться. Давайте. Так, домик ещё один готов. У нас радость очень даже велика у наших товарищей. Так, церкушка работает. Мы церкушку, кстати, можем прапать. Что это было? Вот каттеры не могут найти доступ к ресурсу. То есть, по-вашему, здесь всё выбрали, да? Сейчас проверим качество работ. Но, по идее, да. По идее, да, врать не буду. Они действительно будто бы выбрали всё. Хорошо. Я вас понял. Тогда направляем их вот сюда. Вот здесь пусть забривают все леса, которые видят. Вот так. Хотя, хотелось бы здесь такую небольшую кромочку из деревьев оставить, знаете? Такую небольшую, чтобы здесь вечно росли и оставалась... Эта зона оставалась всё время перекрытая. Так бы был вообще крутяк, мне кажется. Всё, посадку деревьев там разрешили. Всё, можете рубить. Я не вижу, они рубят эти деревья или нет. Вроде как должны начинать рубить. Давайте тогда и здесь зону им дополним. Ещё два виллажера есть, замечательно. А зону дополним. Получается, как мы сделаем тогда? Давайте расширим. Вот это всё можно добывать, можно добывать, можно добывать, можно добывать. Но! Не вот эту каёмочку маленькую. Вот это нельзя трогать. Это нам нужно. Вот это дерево можете тоже убрать. Всё, работа у них есть. Вон, они уже начали сбривать, а каёмочку оставляют. Давайте каёмочку... А, она... Она, в принципе, как бы... Не так работает. Так, сейчас расширим. Вот так, давайте. Всё, полностью... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ФПС что-то дико падает, когда зонирование делаем. Это странно. Это подозрительно. Так, каёмочку оставляем. Здесь чуть-чуть вблизь, но каёмочку оставляем. Так, здесь вот так, но каёмочку оставляем. Вот так, каёмочку оставляем. Так, здесь переборщил. Так, всё. Вроде красотища. Вроде сделали так, как должно быть. Так, забираем. Всё. С этим разобрались. Так, с едой всё замечательно. С одеждой у нас беда. Кстати, давайте ещё, наверное, фермеров тогда поставим. Раз у нас с одеждой такие проблемы, пошли. Здесь у нас заселение аж было... А чё они, кстати, не селились здесь? Слушайте. В чём подвох? В чём ваша проблема, товарищи? Вы могли здесь спокойно селиться и работать. Ну ладно, не хотите, значит здесь у нас и будет поля. Ещё два виллджера пришли. Ещё один дом. А здесь, по-моему, этот и был дом, да? Я могу ошибаться, конечно. Так, давайте здесь тогда отстроим... Эээ... Так, нет, у нас довольно давно появилось. Ещё до бейкери. Так, щип-фарм. Ставим вот здесь. Сразу надо приоритете кидануть, Чтоб они не забыли. Так, юхат сразу же здесь. Опять же таки, чтоб не забыли. И... И-и-и-и-и-и-и... Магазинчик у нас есть, да? Всё, замечательно. Сюда направим тогда людей. Так, апгрейди давай. Вы не апгрейди, вы строите новые. Во, правильно. Постройте новые, чтобы добить уже вот эту территорию всю. Это будет красотень. Так, здесь взялись. Всё замечательно. С одеждой проблемы в том плане, что они, видимо, всё-таки её очень быстро... Как было в этом? В рибке. Умутается износить в пыль. Точно так же и здесь, видимо. Они очень быстро её меняют, поэтому нам нужно больше её крафтить. Мы здесь, конечно, можем с хитрожопить, где наш этот... Оливер здесь работает, мы можем ещё подкинуть овец. Вот, хотя нам, как бы, разработчик пишет, не обусться, не будь мразью, да? Но мы-то так себе, полумразь. Так что пусть работают. И ещё, собственно, у нас осталась циркушка, которую, в принципе, можно не кисло так прапать. Во всяком случае, поставить у неё хотя бы эти колокольни, потому что, по факту, это вроде бы не колокольни. Там прям видны колокола в колокольнях, а здесь не видны. И это нехорошо. Так, два виллджера есть. Так, давай тебя сместим сюда. Дом готов. Решили апгрейдить дом. Хорошо, вопросов нет. Работайте. Так, вот сюда поставим. Всё, другое дело. Апгрейдить дом вон, вижу. А эту штуку чё не достроили? Все инструменты есть, просто ленятся, да? Да, лень, видимо, побеждает. Давайте, достройте, я уже поставлю рабочих. Будут здесь овечки на заднем дворе у нас бегать. Так. Вот столько, пусть бегают. Так, и сюда нанимаем двух товарищей, которые будут шить одежду. У нас же вообще... А, у нас даже и шерсти-то нет. То есть, её сразу вроде бы пускают в дело. Но нам её дико не хватает. Так, на продажу же у меня не стоит шерсть. Шерсть, никакой продажи, никакой покупки. Ну, всё правильно тогда. Тогда всё вроде бы как правильно. Еда, кстати, расходуется бешено у нас сейчас. Очень бешено. Вот что это за дом? Ну, кто тогда думал, сопасай. Хотя, с другой стороны... С другой стороны, как раз на фонтанчик. Смотри, вот уже дорожка прорисовывается, вы видите, да? Дорожка уже прорисовывается. То есть, план сработал. План таки сработал. О, овцы тут будут, конечно. Этот парень будет ненавидеть нас. Как этого... Губернатора нашего городка. Но у нас будет просто ненавидеть, что мы ему здесь овец поднатаскать. Так, всё, два товарища пришли. Давайте разбирайте, что делать. С овцами как? Очень туго, слушайте. Реально очень туго с овцами. Вон, только появляется одежда, её сразу же втюхивают. Маме-то... Я не могу понять, куда у меня деньги уходят. Серьёзно. Вот, ничего личного, да? Косарь 800 получен, трейдинг кам ещё 200. То есть, 2000 чистейшего дохода. При этом мы тратим на налоги 235. Где логика? Где моё бабло? Верните мои бабки. Серьёзно. Не нравится мне это. Зачем мы тогда ограничители ставили в 5000? Чтоб нас так на бабки кидали на изи? Не-не-не-не-не. Так не должно быть. Что это было? Я так понимаю, не я один видел эти текстуры, пролагавшие так что, да? Очень сильно надеюсь. Короче, в церкви есть ещё один параметр под названием Village Capacity. То есть, количество виллажеров. Я так понимаю, что это имеется в виду люди, которые могут в один момент находиться в церкви. Не знаю, почему я так предположил. Либо она рассчитана на 26 человек. А у нас их овер дохрена. Я из FPS, к сожалению, не вижу. А, вот есть. У нас их почти сотня. Почему почти? 102. Правильно? 50 плюс 52, да. 102 человека у нас. То есть, как бы церкушка, по идее, по размерам не подходит под наше поселение. Если я правильно понимаю. Так, ещё один дом поставили. Опять, кривовато. На дорогу прям. То есть, они уже сами протоптали на дорогу, но берут на дорогу ставят. Нормально. Логика. Ещё два виллажера. Давайте, застраивайтесь. Я пока подумаю, что мы можем в церкви сделать. Так, если мы нажмём Edit, да, мы можем добавлять. Так, у нас есть Big Tower. Это то, что я ставил. Small Tower это является, по факту, этой колокольней, да? Вот, да, колокольчик внутри есть. Так, есть дверь. Расширение А. Расширение Б. Это круговые у нас такие есть. Мы можем поэтапно её, кстати, продолжить строить. Если я не ошибаюсь. Сейчас, если я разверну так. Вот, ставим сюда. Дальше расширение А опять. Вот сюда. Я опять, я боюсь кольцевать, понимаете? Я закольцую, а оно забагается. И всё, и жопа. И будет неприятно. О боже, у нас ещё и круглые башни. Идите, колутите. Как вы к этому пришли? Ладно, допустим. Поставим здесь раундтауры. Поднимем их, конечно же. Чтобы это всё было симпатично. Так, тебя сюда затянем. Тебя сюда затянем. Что-то херня какая-то получается. По-моему. Так, здесь мы выставим ещё раз тебя. Поднимем. А можно наслоением, типа, сделать, да? Вот так, что, типа, идёт выше. Выше и выше. Тогда тебя ещё приподнять надо будет. И тебя ещё приподнять. Только главное, чтобы вы на одном уровне были. Нет, ты не дотягиваешь. Так, теперь вы на одном уровне. И башня с вами тоже на одном уровне. Замечательно. Так, это что у нас? Арочка. Ну, арочка, по сути, неуместна. Она не подходит по размерам просто. Она занимает, как вы видите, две позиции. И у нас нет мест, где могли бы встать две позиции. Фактически. Так, настенный фонтан, это понятно. Так, вы там пока работайте, не отвлекайтесь. У нас у всех свои дела. О май гад, это этот же, да? Сейчас, тихо. А как его вместить можно? А его куда-то вообще вместить можно? Это как мозаика, типа стекло. Но её нигде поставить нельзя. Что за подстава? Я бы с удовольствием, но увы. Даже в новые вещи мы не можем поставить. Так, я хотел всё-таки смолта-тауэр вывести. Надо посмотреть, где у них будет действительно полезное местечко. Тут нет вообще подходящих мест для них. Вот разве что я вот эту хрень... Сейчас делитну. Вот. И вот здесь поставить смолтауэр и две штуки, только повернуть их вот этой стороной. Давай повернись. Вот. Раз, смолтауэр и... Твою мать, повернись. Колокола, кстати, бьют. То есть их как бы нет, но они у нас бьют. Нормально. Вот так выставить смолтауэр. Но, видите, там появляется такой пробел огромный. Не симпатичный. Так, стань, где стоял. Тут стоял. Тут стоял. И они ещё не могут быть одного размера у нас, походу, да? Да, они на разной высоте стоят. Ну, кстати, разница в высоте у них мизерная. Но при этом мы не можем их поставить. Хорошо, если мы тебя делитним, а тебя переставим... А ты ещё и центроваться не можешь. Короче. Колокольня ты моя маленькая, ты меня раздражаешь. Я тебе так скажу. Можем выставить здесь, но это тоже будет уродство. Вот так тоже будет уродство. Вот так можем. О! Точно. Всё, пусть так и стоит. Сейчас развернись. Вот. Вот. Вырасти вы металлочкой. Перестарались. Почти одной высоты. Замечательно. Здесь тогда возвращаем кор. Чё-то слишком близко вышло, да? Во, вот так вроде нормально. Так, кор ещё повыше ставим. Он, правда, начинает преграждать... Круговые башни, но мы их можем ещё вытянуть. Ещё чуть-чуть. Вот так, чтобы эти окошки были видны тихо. Замри. Во! Другое дело. Растёт просто не подняла по часам, слушайте. Где у нас арочка? Я всё-таки хотел бы её как-то впердолить, но она нигде не влезет. Лола, можем мы здесь две арочки поставить? Это будет странно смотреться. Будет что-то типа заднего двора. Нет, не так. Во, во, во. Лола, реально можно? Найс. А здесь в заднем дворе мы тогда ставим... Э, почему фонтанчик нельзя там поставить? У него же должна быть точка крепления. Алё. Ну, мать твою, ну. Так, если тебя развернуть... Ладно, тогда хотя бы сюда поставим. Так, Лола, сюда могу влепить? Тоже как бы могу, да? Угу. Хорошо, здесь тогда хотя бы давайте... Я не могу понять, как это стекло ставится. Я не могу понять, как его поднять. Вот мне, допустим, надо, чтобы ты находилась вот в этой стене. Я не могу его поднять. What the fuck? Или оно только в определенном каком-то здании ставится? Для меня это не ясно. Ладно, оставим где наши деревья. Декоративные деревья раз. Декоративные деревья два. И здесь еще можем, по-моему... А, нет, дверь не влезет. Дверь только на позицию становится. Да, эта дверь еще огромная, непростая. Дээ. Подстава, подстава. Так, ну главное, что у нас появились официально колокольни. Мы можем не переживать. Так, здесь есть... Ну и, по идее, можем еще раз кошелиться и взять, собственно, экстеншн B. Только его глубже не выйдет поставить. Так, стоп, а мы друг другу не преграждаем нигде. Так, это сможет построить, это смогут построить. Деревья вроде как не помешают, и это, и это. Ну, вроде все смогут построить. Старт констракшн тогда. Понеслись. У вас тонна работы, ребята. Стонные затраты по ресурсам. Так, что у нас здесь? Деревушка почти готова. Пока мы чухались с вами с церквушкой, деревушка уже готова. Так, ладно, прогресс посмотрим, что они там наделают. Замечательно, сколько у нас народу уже? Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. На 6 человек стало больше. То есть 108. Замечательно. Чем бы нет. Еще 2 пришло, 110 человек. И мы еще живы, мы еще стоим. Очень хорошо. Очень замечательно. У нас здесь еще огромная, на самом деле, область. Ее тоже можно куда-то использовать. Так, 200 единиц угля. 900 единиц железа. 140-150 слитков почти. Можешь начинать, кстати, работать вдвоем. У вас все есть для того, чтобы работать. Ресурсы все уже наделаны. А с одеждой, кстати, до сих пор проблемы. Хотя радость подросла чуть-чуть. 84,2 уже. Появилось 4 единицы одежды. Вернулось к 3 единицам. 2 единицы. Все стандартно. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Так, здесь деревья остались. Каемочка. Да, видите, каемочка остается. Ее никто не трогает. Изумительно. Так, что строители? Да, докоры вроде дотянулись. Докоры дотянулись. Арочки поставят. Этот поставят. Колокольни тоже должны поставить. Ну, давайте, я вас оставлю, пока вы работаете. Там нужно хреново тучи инструмента. Вот в чем дело. Поэтому ребята наши должны сейчас поднапрячься. Мы можем, конечно, хелпы у трейдеров попросить. Trade until your inventory reach. Да. Покупайте, чтобы достигло 50, если вам будет не хватать. Все, с этим разобрались. С едой что? О, а куда он на скайбу летучивается? Мы начали так активно жрать хлеб. Мы его начали активнее производить. Мы его начали активнее жрать. А, мы его не начали активнее производить. Мы поставили бейкеры, но не наняли туда людишек. У нас слишком много бездельников. Дармоедов бегает. Надо их куда-то всех на работенку отправлять. А то будет пинать, собственно, от безделия до бесконечности. Так, еще осталось здесь буквально два, ну, может, три домика. И по факту деревушка будет... Здесь живет мэр. Чтобы позже. Это не просто так. Да ладно. А, еще не достроили. Я думаю, уже отбахали. Ляп вот так, красота. Это, походу, самая огромная церковь, которую я когда-либо видел. Просто агромезная. Так, проверяем. Они почему-то взяли за арки. Меня вот это смущает. Ну, вы через них ходить сможете, правильно? Значит, строить сможете. Все, да, он строит корр. Все замечательно. Все замечательно. Можем не переживать. Так, пошел еще один домик. Найс. Найс. Найс, мать его. Можем, кстати, еще зону немножко изменить, где у нас... Зафор из церевания. Вот так. Здесь тоже можете высаживать. И каемку тоже оставляем. Чтоб чисто тропинка была такая, как в лес. Найс. Вообще найс будет. Так, и здесь еще, по идее, два дома влезут. Ну, без проблем, мне кажется. А если и постараются, то целых три. Красотища. Красотища. Просто, да. Мне нравится. Мне дико нравится. Так, работа не встала? Нет, просто ресурсы подтаскивают. Еще два виллажера. Давайте дом им строить сразу. Чтоб все себя чувствовали замечательно. Пожалуйста. Мне больше по душе. Вот здесь тоже они что-то прекратили стройку. Видимо, у них есть какое-то определенное расстояние, докуда они могут тупо в линейку строить. Дальше они начинают по-другому работать. Но здесь выгодно дома ставить. Здесь возле рабочих мест прям идеально, мне кажется. Так что пусть ставят. Достроили? Все никак с корчастью не справятся. Да, но он строит. То есть сама постройка идет. Это плюсик. Инструменты купили, инструменты купили. Все, трейдеров тогда отменяем. Инструмент. No trade. Все. Дальше уже сами накрафтите. Ресурсы у вас есть. Уголь же 200. Боже мой. Косарь железа. Блин, нам бы железо продавать на самом деле. Никому не надо железа в чистом виде. Нет, им только шерсть подавай, понимаешь ли, с одеждой. Не-не-не-не-не. Так просто не будем работать мы с вами. Не надейтесь даже. Как вы так додумались дом поставить? Вот серьезно? Что вас подвигло? Ладно. Но здесь еще два влезет в любом случае. В любом случае сюда два еще отлично влазят. Я доволен в целом. Я доволен. Что вышла именно такая симпатичная деревушка в лесах. При том, что нашим ребятам еще ездят дерево добывать. Потому что дерева у нас, ну, мягко говоря, много. Совсем мягко говоря. Так, еще два пришли. Так, 90, 114 уже. Растем, цветем и пахнем. Что у тебя как? В смысле тебе инструментов не хватает, дружок? У нас инструментов? С ума сойти можно сколько? А, он еще камень не до конца донес. Я понял. Тебя ждут веселые будни. Строй. Строй вовсю. Так, отгрохали. Еще один домик, видимо, строить уже не будут. Пока что. Пока не пришли новые жители. Но в целом неплохо. В целом неплохо. Мне дико нравится. Хорошо, ребятки. Сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.